добрый день дорогие зрители сегодня мы находимся вот на таком прекрасном объекте это баня очень красивая снаружи спроектировали построили сами заказчики а нас пригласили для того чтобы мы усовершенствовали ее внутри покрасили сделали потолки и в этом ролике мы покажем как правильно как профессионально красить воском подготавливать покраски а также покажем отделку потолков но это уже будет другой серии имея очень большой опыт в строительстве отделки и также покраски домов я расскажу вам как правильно подготавливается поверхность шлифовки а также о самой покраски какие инструменты нам понадобятся для шлифовки и покраски давайте начнем с первого этапа это шлифовка нам понадобятся вот такие аппараты это угловая шлифовальная машинка диаметр кружка 125 орбитальная эксцентриковая машинка тоже 125 диаметра кружки нам понадобятся двух номиналов это 100 и 80 кружки под орбитальную машинку с дырочками для того чтобы собирать пыль и вот такие плотные для угловой шлифовальной машины также естественно нам понадобится вот такой шпатель для того чтобы не зашлифовать поверхность в углу и реноватор для более деликатных зон вот таких как вот эта рустовка смотрите вот у нас девственный брус баню собрали он тоже окислился естественно брус проходит строжку сушку может быть какая-то грязь первым действием мы снимаем верхний слой вот так это выглядит то есть вводим шлифовальной машинкой таким образом и снимаем всю верхнюю поверхность это кинематика загрязнения и вскрываем поры но так как у нас это 80 кружок достаточно грубо шлифовка происходит оставляются некоторые барашки следы от шлифовальной бумаги доходим мы до угла чтобы нам не испортить угол соседней поверхности вот например я эту шлифую поверхность вот так чтобы мне краем кружка не испортить эту поверхность вот так подставляем сюда шпатень вторым действием мы берем эксцентриковую орбитальную шлифовальную машинку вот такую с кружком 80 уже зернистость и аккуратно выводим эту поверхность то сделаем ее абсолютно гладкой реноватор с абразивом такой же зернистости мы используем для того чтобы пройти вот эти деликатные зоны то есть орбитальной машинкой если она тем более без регулировки оборотов мы здесь все испортим если у вас нет реноватора но есть орбиталка с регулировкой выставляем на самые маленькие обороты и аккуратненько проходим эти места и последним действием мы обдуваем все обработанные поверхности сжатым воздухом компрессором то есть сдуваем всю пыль и производим уборку пылесосом и так все поверхность готова к следующему этапу это покраска для покраски у нас есть воск несколько цветов вот такой типа 1773 лисирующий и зеленым оттенком что нам нужно для покраски естественно сам воск кисточка вот такая 100 миллиметров мягкий ворса синтетическая под каждую задачу нужна своя кисточка то есть какие-то узкие места нужно тоненькая вот для широких таких поверхностей нужна вот такая широкая кисточка конечно же не обойтись без малярного скотча особенно когда идет речь о покраске в два цвета то есть видите одна стена заклеивается для того чтобы не попала зеленая краска на белую краску такая ювелирная работа можно сказать что даже подготовка занимает иногда больше времени чем сама покраска также как у автомаляров и секретное оружие это вот такая наждачная бумага на мягкой подложке 800 зерно очень очень тоненькое зернышко очень нежное и мы делаем межслойную шлифовку да еще один секретный ингредиент вот такая ветошь купленная на рынке похоже на обычную марлю ее много сейчас расскажу для чего она понадобится итак наносим первый слой поверхность отшлифована обеспылена подготовлена начинаем аккуратно растягивать воск воск наносится очень легко это не масляная краска не тяжелая так как это лисирующая здесь важно именно растягивать чтобы не было видно переходов первый слой у нас готов вот одну досочку мы выкрасили в дело вступает секретный ингредиент ветошь оторванная небольшим кусочком вот таким примерно по ширине доски и и мы полностью полностью стираем все наплывы все что остается все переходы воска получается равномерная однотонная покраской всей поверхности вот достаточно быстро полимеризуется и пока мы идем сверху вниз у нас уже верхняя верхняя часть уже засохла полимеризовалась 15 минут достаточно для межслойной шлифовки далее мы подключаем к рецепту второй ингредиент важный это наша наждачная бумага на вспененной основе зернистостью 800 этой штукой мы очень аккуратно взбиваем ворс который поднимается при нанесении первого слоя покраски с дыбливаются мягкие волокна и выглядит не очень красиво когда мы прошли вот этой нежной наждачкой получается идеально гладкая поверхность вот ее рукой трогаешь у тебя рука скользит как будто бы я не знаю по металлу или по стеклу ну и далее мы повторяем все то же самое второй слой наносим идем сверху вниз растягиваем по каждой досочке снимаем излишки летошью и идем вниз дальше и дальше таким образом у нас получается идеальная покраска а в следующих сериях мы покажем как делаются потолки будет термо лиственница термопланкен также будут фальшбалки декоративные разделять потолок и центральная фальшбалка скрывающая конструктивную балку бани и не забудьте подписаться чтобы не пропустить это интересное видео мы рассказываем и показываем в мелочах в деталях как делаются те или иные процессы мы не делаем из этого секрета хотим чтобы все умели учились красить монтировать строить вуаля получилась вот такая великолепная банька